Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь предлагает нам, к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Коринфянам. Это его второе послание, и сегодня мы с вами читаем третью главу стихи с 12 по 18. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне! Когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня обращаем свой взор на второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Конец третьей главы, с 12 стиха до конца главы, до стиха 18. Апостол Павел в своих посланиях, да и не только он, а вообще Новый Завет, он всегда своей традицией богословской укоренен в Завете Ветхом. Это мы можем видеть как на страницах евангельских, так и в посланиях, как апостола Павла, так и других апостолов. Мы видим, что Евангелие и послания насыщены цитатами из Ветхого Завета. И те богословские темы, которые есть в Ветхом Завете, если не говорить о пророчествах, например, о Мессии, потому что это ключевая главная, помимо этой темы есть и другие темы. Например, в послании Иакова, в соборном послании, мы видим, что апостол Иаков ссылается на традицию Ветхого Завета, традицию двух путей. И на эту традицию ссылается и апостол Петр. Апостол Павел тоже в своих посланиях подкрепляет свои мысли образами Ветхого Завета, цитатами из Ветхого Завета. Мы знаем, что даже целая богословская аргументация, которая напрямую затрагивает сотериологический вопрос, то есть вопрос нашего спасения, он основывается на Ветхозаветном сюжете. И без Ветхого Завета, можно сказать, теряется вся соль Нового Завета и теряется соль посланий, в частности, посланий апостола Павла. Многое из этих посланий мы не поймем, если нам не знакома традиция и история Ветхого Завета. Также и здесь, сегодня, во втором послании апостола Павла к Коринфянам, он приводит пример для коринфян из Ветхого Завета. Он приводит этот пример, потому что, во-первых, в общинах было много иудеев, бывших иудеев, которые крестились, и апостол Павел всегда начинал свою проповедь именно с синагог. Почему? Потому что там была подготовленная аудитория, которая разбиралась в Ветхом Завете. И поэтому, когда люди воцерковлялись, когда они, ну, это нельзя так применять этот термин к временам апостолов, тогда структура церкви только формировалась, поэтому практически не было во что воцерковляться, но была самое главное, это фундамент веры, была вера. И церковная структура обрастала традицией, новозаветной традицией, то, что мы сейчас называем преданием церковным. И когда люди уверовали, они научались постепенно Ветхозаветной истории, как от иудеев, так и от новозаветных пастырей. Итак, апостол Павел ссылается сегодня на историю Моисея. Когда пророк Моисей, сойдя с Синайской горы, пришел к людям, лицо его сияло от той славы, которая передалась ему Божия слава, Божие присутствие. Она осветила его лицо, оно буквальным образом светилось, и апостол Павел говорит о том, что с течением времени эта слава угасала, показывая тем самым, что ветхозаветная праведность, ветхозаветная вот эта слава, обожжение, оно не вечно. Оно является некой предтечей будущей вечной славы, которой мы получаем доступ в Завете Новом, то есть в нашей церкви. Соответственно, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. И здесь, конечно же, имея такую надежду, вот эта фраза, она относится к предыдущим стихам, но мы сейчас не будем их рассматривать. Мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал, покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. То есть спустясь с горы, с Синайской горы, пророк Моисей одел на себя покрывало, которое прикрывало его лицо, чтобы люди не видели угасающей славы его, что она угасает. Это могло на них произвести такое удручающее впечатление, они могли впасть в уныние, они могли разочароваться в апостоле. Мы знаем, что иудеи тогда не раз отступали от пророческого слова и от тех заповедей, от тех постановлений, которые нес пророк. И так покрывало было на лице Моисея, но в Новом Завете, в Завете, когда слава вечно пребывает с человеком, мы можем действовать с дерзновением, то есть с открытым лицом, не прикрываясь, как это делал порок Моисей. Но мы их ослеплены, говорит апостол Павел, прежде всего, об иудеях, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. То есть Христос снимает это самое покрывало, которое может быть препятствием. Если в первом случае сам Моисея одел это покрывало на свое лицо, чтобы воспрепятствовать какому-то грехопадению, какому-то смущению, сомнению, маловерию, малодушию, то во втором примере апостол Павел говорит, что для некоторых людей вот это покрывало, которое одевается при чтении Слова Божьего, а в иудаизме принято было покрывать времен Иисуса Христа, прежде всего, принято было покрывать голову, если ты молишься, мужчинам в том числе, с воздетыми руками, с покрытой головой. Соответственно, вот это покрывало, которое одевалось во время молитвы, во время чтения Священного Писания в синагогах, оно мешало, оно являлось преградой для Слова Божия, как бы такой символической преградой их внутренней гордости и внутренней неготовности слышать о Боге, слышать об Иисусе Христе, но это покрывало как раз-таки, вот эта преграда откровения, уразумение откровения, она снимается только доверием этому благовестию, только доверием и верой в Иисуса Христа. «До ныне, когда не читает Моисея, покрывало лежит на сердце их». Вот этот символ, лежащего на сердце покрывало, так же, как и символ сердца обрезанного и необрезанного. Плоть может быть необрезана, но сердце истинно верующего, вот истинное обрезание. С сердцами обрезанными должны быть иудеи, но покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И Господь, Дух Господень снимает это покрывало, Дух Святой снисходит в сердце верующего человека, и Он обретает свободу во Христе. Свободу от внешних правил, но не свободу от закона Христова, который есть любовь. Помните об этом, дорогие братья и сестры, и следуйте за Христом. Следуйте словам Христовым, где Он говорит, «Да любите друг друга, и так узнают, что вы мои ученики». Всем радости, дорогие братья и сестры, о воскресшем Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok